Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать на 14-й республиканский Сабантуй! На татарской можно увидеть, как жили наши предки. Если забыть, что сейчас 21-й век, то эти девчушки перенесут нас в век 13-й. Наверное, именно так выглядели их прапрапрабабушки, когда собирались на праздник будущего урожая и пели там такие же песни. Субтитры создавал DimaTorzok и нашими учениками. Покажите, как поет душа татарского народа. Гостей в Тугановолын встречали не только песнями. Сладкий чак-чак и пермичи. Ну куда же без них? На мордовском подворье хлеб-соль и поза. Также председатель госсобрания проверили на меткость глаза и твердость руки. Показали и изделия традиционных мордовских ремесел. В русской деревеньке Аленушка приготовила куклы, в которые наши предки играли и готовились для дальнейшей взрослой жизни. Иванушка Аленушкин тоже парень, мастеровой, сделал прекрасную модель Атимарской крепости, которой любовались люди. И чтобы не сидеть и не скучать от безделья, ушел на украинский хуторок. Украинцы пришли на мордовскую землю в 19 веке, но сумели сохранить свои обычаи и по-прежнему встречают гостей песнями, угощают салом и галушками. Каждый на празднике мог показать себя. Кто-то песнями и танцами, а молодые сильные – удалью молодецкой. По традиции на Сабантуе проводят турнир по национальной борьбе «Киреш». Конкуренцию местным борцам составили гости из Татарстана. Специально приехал поучаствовать в этом виде, побороться, посмотреть, как борются здесь. В прошлом году главным батыром турнира стал Евгений Строганов. И в этом году тоже схватки с его участием были скоротечны. Трудно любителям выступать против профессионального атлета. У нас здесь в республике, скажем так, таких вот явных борцов по «Киреш» нету. Вот как, например, от Татарстана приехали, ребята, они вот «Киреш» занимаются. У нас в основном борьба на поясах. Это что-то похожее, но есть свои правила. Именно Евгению Строганову, как главному батыру, было поручено нести символ праздника – Сабантуе Силгелере. Он открыл официальную часть. Началось все с парада участников и театрализованного представления. С праздником всех поздравил председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чебиркин. Стало доброй традицией вот в эти летние жаркие дни собраться на главной площади одного из лучших районов нашей республики, отпраздновать большой праздник. Праздник плуга, пашни, труда – праздник Сабантуй. «Сабантуй» пришел к нам из глубины веков. Наши предки всегда широко и с размахом отмечали день окончания весеннеполевых работ. «Сабантуй» переводится как «праздник плуга». Раньше это незаменимое орудие труда было деревянным, а сейчас дружники села Мордовии сделали его золотым. На Сабантуй наградили передовиков аграрного производства – комбайнеры, трактористы, водители, животноводы, переработчики. Их трудом по праву гордится Мордовия. Успехи нашей республики отмечали и гости праздника. «В этот день мы славим труд земледельцев, заложив основы будущего урожая и продовольственного благополучия. Искренне восхищаемся духом, богатством и неповторимостью народной культуры». Сабантуй продолжался до позднего вечера. Творческие коллективы сменяли друг друга. Они дарили свои песни и танцы простым тружникам, которые сегодня вновь выйдут в поле. Чтобы праздник плуга и в будущем году был разносольным и веселым. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин. Народные новости.